таки здравствуйте дорогие друзья на связи dragon soul play и мы продолжаем hard 2 2 2 серия нам надо бы спасать флоуренс нашу любимую девушку нашу возлюбленную я забрал жесткий мексиканец так ну мы собственно говоря готовы что нам тут еще сделать до сушеная трава у тебя есть так вот тебе надо сушеные травы изрубленная рука гадине я не готов максимально очко здоровья ну блях ты муха я же бой поторопился начать твою мать это не заметил ну ладно золотая пуля тут тебе чем можно поставить покров тени но спасибо ну ладно будем аккуратно играть погнали короче флоренс держали в плену пришла пора вызволить ее поквитаться с бандитами это задание начинается этап подготовки у ранее враги не ожидают нападение не будут стрелять вас первыми интересно так он будет здесь так а батья будет тут короче проверим ключ здесь да я думаю надо как пойти ты будешь тут спрячься сюда батя пойдет вот сюда так они должны выжить сюда иди вот сюда надо как-то пробраться еще проберемся вот тут короче стоит чел вот тут где-то нам лучше его не тревожить лучше его обойти так все ты сюда вообще ни разу не подозрительно чувак возле тебя ходит этот будет тут стоять на прикрытие так ворон вообще ни разу не палимся так что батя удача есть какая-никакая напоминаю мы с вами амулет отклонили не понял а почему закрыта и а и и и и и и и и когда есть течет время блин смысла нет не получается открыть руки вверх не получается проще их тут всех положить на самом деле блин ну ты охота же ключ можно жить как-то я знаю что можно но почему ты не получается муж наоборот сделать ща короче бать сюда сюда пофигу кажется вообще ладно пофигу не получается пройти они закрыты здесь как пройти честно говоря я без понятия запах крови и что-то тебя рикошет у тебя да ну ладно не получится пройти потому что закрыто банально закрыто здесь все поэтому ну вставаем сюда покров тени батя идет сюда а он заметил засек все-таки понял но я так и знал вот врага начинай ладно и ценой не избежать было ты битва вот он здесь ты бы сейчас выбежал сюда тебя выстрел готов но в тени давай сюда готов так вас тут четверо какая музыка классная так вор надо с ним поаккуратней так вору надо с ним поаккуратней ого так пользуемся удачей батиной удачей и твоей тоже осталось двое спрятались один пазы перезаряжает она смена позиции вряд ли конечно паду а попал интересно перезарядка 10 единиц удачи врагов не обнаружено не знаю что еще сделать можно промах что еще что еще это ой 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 мать сюда готов 0 свинтов хотя бы хоть какие-то шансы доесть ладно хорошо это тут никого-нибудь есть кто-нибудь есть ладно с ним здоровьем давай балин промах давай о вот врага ага заряжается ой ой так ему я пожалуй травку дам сюда тебя ой ой блин промах чёрт блин твою мать батя надо отходить короче батя отходит сюда ему даем подлечиться так теперь промах и у тебя удача закончится братан так ладно понял остался вот этот а чич это чич он же на мы же его нанимали промах да как так то 10 удачи он перезаряди еще делать то башнюхи так тоже подзарядился да ты косой лох давай все 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 Показать Эта команда была твоей. Ты можешь ее сразу распознать. сюда погнали а то есть тут еще где-то враги есть серьезно с музыка еще играть боевая в конце концов флоренц был свободен теперь на герой флоренц был свободен и никого не было лишения для тебя Отлично, Флоренс на свободе. С чем я вас и поздравляю, дорогие друзья. Фух, ну, блин, тупо на самом деле можно было вообще по стелсу это все сделать, но почему-то дверь не открыта. Типа раз на раз не приходится. Что за херь вообще, не понимаю. После боя мы вернулись домой вдвоем в целости и сохранности. Так, вот. Найти способ снять проклятие. Это место было полно разного сброда. У каждого из них был сомнительное место, у каждого из них был сваверный метод. Одни советовали вам помолиться, другие сделать пожертвование церкви, но у больших сторонников был экзорцизм. Вы слышали, что неподалеку живет гадалка, возможно, шарлатанка. На вашем положении стоит попробовать любую возможность. Мучай также советую воспользоваться давно известным методом найти колодец, желание сбросить туда монетку. Это место, так, полно разного сброда. Разговор перешел на положение. Новости оттуда были неутешительными. При сесть своей жестокости мексиканец хранил в городе порядок. Теперь же там царила полная анархия. А чё со сбродом сделку. Нюхательный табак, передвижение, гвозди, бомба, урон 7 в радиусе поражения. У меня денег столько нет. Грунтовка, слонобой. Толка спиртного. Расселена. Ход в лес. Чаще леса. Странствуя полюса, вы обнаружили редкого кролика-альбиноса. За его шкуру можно было выручить хорошие деньги. Лапки кроликов-альбиносов приносили удачу. Кролик же сидел при этом спокойно и был желанной добычей. Блин, как-то красиво. За кроликом. Вы последовали за кроликом в лес, но быстро его потеряли. Проклинаясь в свое решение, вы наткнулись на пещеру. Отметки на которой указывали, что это перспективное место для старательских работ. Вы отметили пещеру на карте и пообещали себе вернуться туда. На заброшенной мельнице вы увидели странную сцену. Там были два брата-близнеца. Один из них держал пистолет, а другой лежал застреленный. Кого-то из них вы уже видели раньше на плакате «Разыскивается». А те, увидев ваш пистолет, убийца, выронив свой, объявил, что невиновен, так как застрелил своего кровожадного брата, царя самозащиты. Он предложил вам забрать его пистолет. Да нафиг мне пистолет, мне хоть об оружии дай. Мне рожи твои не нравятся, уж больно ты злой. Так что на, шериф выйди. Вы получили награду за пойманного, но пистолет шериф оставил у себя, как вещественное доказательство. Банатца. Там... так... там активно мыли золото из россыпи. Навести глубокую добычу, похоже, никто не хотел. Давай намоем. О-о-о! О-о-о! Так. Церковь. Пусть Господь ушел по делам, но мы-то знаем. Снять проклятие экзорцизмом. Ну, пожертвование сделаем. Изгнать. Проклятие лежащего отца сделал добычу золота невозможной. Как бы вы ни сорались, где бы вы ни искали, ничего не получалось. Ситуация была безнадежной. Хоть вы не сказали об этом ни слова, вина отца была очевидна. Немало вечеров прошли у вас в полном молчании. Однажды, проснувшись, вы увидели записку от отца. Он извинялся за свои неудачные решения. Он извинялся за то, что случилось с вашей матерью, с Флоренс, с вами. Он любил вас и потому должен был уйти. Блин, это печально. Если бы это только помогло, действительно. Беглый раб. Что у нас там? А он может, кстати, меня... Он может меня вылечить? Могло ли пожертвование дать вам невероятные силы? Кто знает. Что тут у нас? Колодец. Был тот самый колодец, о котором говорили люди. В него можно было бросить монетку и загадать желание. Заготов, взгнув колодец. Вы увидели блеск глотых монеток в воде. Давай на удачу бросим. Причем ни к чему. Вы бросили угол из монетки, но сколько-нибудь снометного эффекта не произвело. А, ну давай еще. Спускаясь вниз, вы поскользнулись на мокрых камнях и получили травму. Но зато монетки были ваши. Ой, можно подлечиться. Гадалка. Вы обнаружили хижину, в которой жила молодая женщина. Ходили слухи, что она может предсказывать будущее. Она охотно взяла ваши деньги, но сколько потом не пыталась снять проклятие, так и не вышло. Так вы думали, что хуже ничего не может быть. Вернувшись домой после тяжелого рабочего дня, вы увидели, что в вашем доме хозяйничают бандиты. Вы оценили обстановку и безопасное расстояние. Бандиты поплатятся жизнями. Но мы это позже, конечно, сделаем. Короче, у тебя тут кое-чего есть. Ксир ловкости. Гони, я тебе даю денюжки. Так, сколько? Давай два возьмем. Порошок мандрагоры. Так. Костяной амулет. Есть прицеливание. Где слинжер-убийца? У меня это уже есть. Орлин эликсир. Ксир ловкости. Торговля. Так. Закрываем. Так, расселена. Что тут у нас? Осматривая окрестности, вы наткнулись на узкую расселенную. Вы могли спуститься в нее, но это было рискованной затеей. Если не подготовиться к такому спуску, как следует, можно легко получить серьезную травму. Ну, подготовимся. Спуск был долгим и утомительным, но прилив ловкости сослужил вам доброй службы, и вы не пострадали. Вы нашли природную пещеру, в которой, судя по камням, могло обнаружить золото. А вы пометили пещеру на карте. Так. Рост себе полностью добыта, как золото с глубины, но ходили слухи, что там еще можно найти залежи в скальной породе. Давай намывать. Ваш Герди. А-а-а. О-о-о. Так. Аптека. Что можно тут купить? Аптеке продалось множество лекарств. Слиток ртути и слиток меди. Ртуть готова к использованию на выбранном участке. Бур, пест, водомет. Так. А можно я что-нибудь... Так. Вот тут что-нибудь можно купить. Включили простую технику добычи золота с глубоким залежей. Так. Что тут может поторговать чем-нибудь? Что у тебя есть? Табак, двойной дробовик. Это я тебе... Ну, мне не нужно, в принципе, этот обрез. Урон 6, но он на малой дистанции. Пока подпустишь их всех. Даже не игрока, а ты мне деньги гони. Надо бы пушки получше поискать. Алисманы какие-нибудь. Сушеные травы вон поискать. Сейчас, короче, мы в город сходим. Надо оружие купить. Надо закупиться. Небольшой город. В стиле оружейника. Что можно у тебя купить? Ремья Богин. Дистанция средняя. Урон 5. Боезапас 9. Тяжелый бествольный револьвер. Дальность малая. Револьверная винтовка. Настя-зарядник. Вот это возьму. Обязательно. Так. А тут еще у нас... Молодого шахтера. Давай. Увеличивай объем добываемого золота 10%. В отряд добавлен Пэт Дуглас. Отлично. Еще тут можно... Ну, пока ничего. Так, так, так. Раскоп. Раскоп был подготовлен. О-о-о. Угу. Угу. Что, ну, готовимся потихоньку. Что. Вот, может быть... Сомнительное место. Так. Вы нуждались в лечении. Конечно, нуждаюсь. Дешевный эффект эффективный. Раны исцелены ворон. Отлично. Теперь у нас нормальные. Всех персо... Всех эти... Нормально. Удача. Причем, удача снижена. А что я тебе дам? О, у тебя двустволка, да? Двойной дробовик. Шестизарядник. Ну, пусть будет шестизарядник у тебя. У нее вон какой. А то вон какая западная винтовка. Но этот у нас чисто на дальнобое, может быть, будет. Так. Что тебе? Сушеные травки. Экстер ловкости. Улучшает защиту. Порошок мандрагоры. Степень устанавливает удачу. Боезапас 16. Средняя дальность. Во. Тебе. Так. Шесть. Тебе. Давай хотя бы... Ну, что это самая малая дальность. А нам надо хотя бы, чтобы было... Такое попадание было хорошее. Шестизарядник. Урон, конечно, хороший, но... Извините. И, извините, Кирсити Бибу. Тебе тоже. Хорошо, мандрагора. Так, теперь карты открываем. Что тебе можно поставить? Убийство из тени. Уничтожение врага, неощущенного солнечным светом. Золотая пуля. Фигеть. Десятка червей. Выстрел в артерию. Отойди на... Отойди на пять шагов. Фига. Запах крови. Давай тебе вот это. Тебе что можно поставить? Валять червей. Убийство из тени. Можно, знаете... Вот по той, если мексиканскую защищать, то там можно и не использовать нифига ничего. Вот. Короче, ему можно... Давай золотую пуля тебе. И тебе. Может быть, убийство из тени поставлю. Ну, а тебе выстрел в артерию. Думаю, пригодится. Проклятие амулета. Минус пять. Удача. Заход. У всех причем, да? Поняв. Не дурак. Комбинации нет. А, типа надо... Погоди. В комбо собирать? Типа вот. Как тут. А тут у нас... Королевы. Десятка. Сейчас тут... А у нас нет вот такой масти. Поэтому, ну... Идем комбинацию по-другому собирать. А что-нибудь еще сейчас подкупим. Сейчас закупим с чего-нибудь. Чего-нибудь тебя еще можно купить. Костяной амулет. Десять прицеливания. Офигеть. Это долг дорого. Что-то берешь вообще. Костяной амулет. Ну, давай. Ну, ладно, что поделать. Если уж они повышают наши бусты, то что уж поделать с этим. Так, что тут еще можно купить? Ну, больше ничего мы не купим, на самом деле. Что, может, тут еще поставить? Эликсир ловкости. Давайте, берем эликсир ловкости. Тебе, ну, наверное, эликсир мандрагоры. А можно еще раз это поставить? Можно, да. Тогда ячейка будет. Тогда ей лучше... Как сделать? Порошок не мандрагоры, а лучше... Тогда лучше... Вот так вот сделать. А тебе поставить бустыр ловкости. Вот. Передвижение 15. Прицеливание хорошее. Значит, потому что у нее защита, вон, слабая. А эта защита более-менее. Вот это вот тоже нормальная. Отсутствующий указательный палец. Не понял. А где это я? Нихера себе. Не понял. А че это я? Где я палец-то потерял? Фигаси. О, вот дерьмо. Говорится. О, шит, I'm sorry. Ой. Ладно, дорогие друзья. На этом мы с вами заканчиваем серию. Мы, в принципе, готовы зачистить мексиканский город и очистить свой дом. Поэтому. Все ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И помните. Защищайте. Защищайте прекрасных дам.